Добрый день, друзья! Финал весны 2024 года. Что это значит? А значит, что сейчас идет самый разгар полевых работ, потому что это и завершение посевной кампании, и пестицидные агрохимические обработки, и внесение питания, кто это делает, естественно. В общем, полный аврал, и мы в этот полный аврал приехали в предприятие, где работы в два раза больше. Потому что сегодня мы в сердце агрономических исследований по Волжье. Это компания СЕВ-07, это нашумевший зерновой соевый союз. Добро пожаловать! Погнали! Если Юрец не загубит демополигон, значит все будет окей. Почему зерновой соевый союз? И да, с азимой пшеницей? Так, ну что, друзья, мы сейчас в кабинете у Никанорова Анатолия Михайловича. Анатолий Михайлович является руководителем предприятия СЕВ-07. Ну и как бы у меня самый такой вот первый вопрос. Многие знают про зерновой соевый союз, уже как бы, да, такое сообщество стало популярное достаточно среди аграриев. Ваш агрополигон, да, достаточно такой на слуху. Но за всем этим стоит все равно, я понимаю, предприятие. Это предприятие СЕВ-07. Как давно оно образовано? Наше предприятие было образовано в 2007 году. И на сегодняшний день мы имеем в обороте уже порядка 14 тысяч гектар. Из 14 тысяч гектар наша основная цель – это все ввести в рошение. На сегодняшний день мы уже имеем 10 гектар на рошение. Начинали с 800 гектар с 2013 года, то есть реконструкция старой системы. И с 2017 года мы занялись закупкой и введением в оборот новых земель с помощью фронтальной системы рошения машинами рождевального типа, которые рошают 95% в площади. Если брать старые системы, то есть устаревшие системы Советского Союза, фрегат, она рошает, получается, всего лишь 85-80% из того, что остаются круговые машины. А фронтальные машины ходят 3 лет назад. На сегодняшний день у нас уже имеется 32 машины. Каждая машина порядка 200 гектар рошает. Также в 2022 году мы заложили опыт по подпочечному капельному рошению. Такие культуры сделаны, как яровая пшеница, кукуруза и соя. 2022 год был неудачный, погода, пожалуй, зажливая. 2023 год отработали на 100% по качеству полива. И интересная цифра, то, что на дождевании у нас, получается, вышла плановая цифра 100% запланированного, а на капельном было использовалось всего лишь 70% воды, количество воды. Связано с тем, что капельная линия находится на глубине 40 см от поверхности почвы и не происходит испарение с поверхностью почвы. Также это позволяет носить удобрение непосредственно под корень. И обработка в любое время, дождь, не дождь, орошение, не орошение. То есть, пиццид можно работать, очень не привлажняет всех. Получается, в хозяйстве всего, по-моему, 14 тысяч гектар, из которых у нас 8,5 тысяч. Это основная культура, это соя на орошение. И 1,5 тысяч у нас получается кукуруза на орошение. Остальные 4 тысячи идут по зерновым. Это ячмень, зима пшеница, яровая пшеница, твердая, мягкая. Также у нас водился подсолнечник. Хотим от него уйти, потому что, почти для подорожения, увеличиваем, и потом нам этот сорняк сои не нужен. Также мы занялись плотно семеноводком. Основное это у нас сейчас по сои. И соя сомер 1, сомер 2, сомер 4. И также мы планируем уже выйти на реализацию в 2025 году по такому сорту, как один из пруды пшеницы. Сорт Кошелевская, который выведен в нашем учреждении. Показывает очень высокие показатели по белку, по урожайности. Друзья, продолжаем экскурсию. В предприятии СЕФ-07 к нам присоединился главный агроном этого предприятия, Манухин Александр Иванович. Александр Иванович, рад вас видеть. Добрый день. Привез я вас на такое место, на насосную НСП-16, где у нас посеяна зимая Кошелевская твердая пшеница. Это первый сорт, выведенный и зарегистрированный в 2022 году на базе нашего предприятия. Авторы сортов являются Сиваков Иван Федорович, наш учредитель, и Лапшин Валерий Михайлович. Находимся на том месте, где 6 гектар мы посеяли питомников. Видите, посевы широкорядные, для чего? Чтобы коэффициент размножения был выше. Каждая семья, каждый колос высеян отдельно, поэтому посевы смотрятся редкими, не совсем привычными для нашего глаза. Общая площадь озимой пшеницы в нашем хозяйстве составляет 1278 гектар. Вот сзади, за спиной, это все посеяно озимое Кошелевское твердое на площади 96 гектар. У нас 6 гектар располагаются питомники. Дальше уже там по порядку питомник размножения второго года, например, суперэлита. В этом году у нас кроме озимой Кошелевской твердой пшеницы есть и мягкая пшеница. Такие сорта, как местные селекции, это светоч. Потом есть посеянный элитный сорт в юге, тоже это оригинатор самарский низк. И есть пшеница базис, тоже посеянная на семена. Касаемо вот озимки, как вообще оцениваете, как она перезимовала в этом году у вас? Как с возвратными заморозками были, если они у вас? Как тоже пережила она вот этот период похолодания? Да, не обошли мы тоже заморозки были, но не такие, может, большие. Где-то до 2 градусов по Цельсию было. Но, тем не менее, перезимовала пшеница неплохо. И вот возвратные заморозки, которые случились, она перенесла нормально. То есть не почувствовала. Какая-то есть глобальная разница в технологии возделания? Ну, понятно, что вот у нас питомники размножения, там дальше, я так понимаю, высокие репродукции у вас идут. Кроме того, что здесь, ну, прям, это явно видно невооруженным взглядом, норма высева очень низкая. Какая, с какой же нормой сеется? Ну, здесь мы обмолачивали, в общем, 15 тысяч колосев. Каждый колос обмолачивался вручную и запаковывался в отдельный пакет. И вот эти вот все 15 тысяч высевались отдельно. Помимо влагообеспеченности, вот в самой технологии, чем-то она еще глобально отличается от выращивания, да, там, стандартного продовольственного зерна. То есть, в питании, в защите есть какая-то разница? Смотрите, во-первых, если, например, на продовольственных посевах мы запланировали, например, одну фунгицидную обработку и, например, две инфекцидные повредители, то здесь они должны проходить гораздо чаще, чтобы не было вредителей переносчиков, например, вирусов по пшенице. И достаточно хорошей должна быть защита против болезней, чтобы не было, например, мучнистые росы, ржавчины, пузырьозы колоса, которые могли бы потом передаваться семенами. Поэтому защита должна быть более лучшей, чем в сравнении с продовольственными. Хотя на продовольственных посевах, например, мы должны гнаться за качеством, здесь все-таки при производстве семян тоже немаловажно получить здоровое поколение. По поводу самого сорта. Ну, я понял, что, да, там, сорт твердой пшеницы, то есть, скорее всего, это высококачественное, получается, да, там, зерно по итогу. Какие-то еще особенности у него есть? Там, может быть, какой-то высокий потенциал по урожайности, по, там, самим вегетативным, может быть, каким-то свойствам, там, хущения, там, и так далее. Какие особенности у сорта? Ну, сорт достаточно, он позднеспелый, у него вегетационный период где-то в районе 326-330, наверное, дней. Так, здесь получается, Александр Иванович, высокие, да, уже идут репродукции? Ну, да, то есть, это питомник размножения второго года, да. Чем отличается, то есть, я говорю, вот, ушки красные, вот видите, это вот признак Кошелевской пшеницы. Угу, такая особенность сорта. Да, да, особенность сорта. Потому что потом кто-нибудь увидит, скажет, это нехватка какого-нибудь фосфора, пацановый окрас, и начнется, как бы, вот это вот. Вот, надо очень хорошо понимать особенности в каждой культуре сорта, гибрида, и мы про это очень часто и много говорим. И, к сожалению, мало кто из селекционеров ведет такую работу и подсказывает, да, там, потом потребителю, на что надо обращать внимание, чтобы не делать каких-то ненужных действий, ненужных вложений, затрат и так далее. То есть, вот здесь, конкретно по данному сорту, это вот заметно, что, да, есть вот такая особенность красного ушка в таком, ну, под каждым листом. Под каждым листом, совершенно верно. Особенности сорта. По потенциалу урожайности, по его? Максимальный урожай на госсорт-участках, которые получали в Ульяновской области, в 21-м году 72 центра. Семеноводство. С какого года вы начали этим прям плотно заниматься, предприятия, и тоже как к этому пришли? Мы начали заниматься с 22-го года семеноводством, пришли именно к семеноводству, и тоже, повторюсь, вот есть предприятие, которое занимается там производством зерна, бобов, и поняли, что все, вот мы производим зерно бобы, на сегодняшний день себестоимость на это сырье не маленькая, это связано, ну, сами понимаете, с повышением ценов ГСМ, удобрения тех же СЗР, вот, и пришли к тому, что при почти той же себестоимости, с небольшим увеличением затрат, там, на СЗР, на проработку семян, можно также реализовывать не товаркой, а семенами, вот, это существенно повышает прибыль, вот, и ищем каждую лазейку, чтобы где-то что-то, чтобы 5 развивался в ускоренных темпах. Ну, вот сейчас, в принципе, вот этот тренд на семеноводство, он наблюдается у многих, и даже, да, там какие-то небольшие фермерские хозяйства, вот, пытаются, да, там, покупать высокие репродукции, их размножать и так далее. У вас как-то кардинально отличается путь, я так понимаю, что, вот, вы сказали, что вы еще являетесь и авторами каких-то отдельных сортов, но, вот, вы сказали, что вы учредительный. Ну, смотрите, наше предприятие уникальное, в том смысле, что мы имеем 5 видов орошений, ни такого нету, вот, у нас первое, это дождевание круговое, круговыми машинами, это, ну, советская система еще, которая была реконструирована до 2018 года, и мы имеем 59 машин-ферегат, вот, хотим в дальнейшем, конечно, провести реконструкцию, заменить их на современные фронтальные машины, также с 2018 года по сегодняшний день мы имеем уже две машины Бауэр фронтального типа, это, во-первых, опять же повторяюсь, то, что площадь поливается на 95% и плюс сама качество на самой капле, вот, можно находить минимальными нормами, также были приобретены фентиляционные установки, для, по-моему, для внесения удобрений, вот, на каждой единице, то есть, с помощью них мы вносим удобрения, потом у нас есть такая система расширения, как барабанной машины, где не может расширить фронтальную машину, ну, есть конференция поля, как бы, неровные, там, не прямоугольные, вот эти участки мы плеваем барабанной машиной, вот, и про подпочечные капель-порте я уже, ну, сказал. А как он контролируется, то есть, если мы визуально же можем вот контролировать, хотя бы визуально, как работает машина, ее можно, да, там, заметить, то есть, тут тоже какие-то датчики определенные, да, стоят, как контролируют? Подпочечный капельный полив, во-первых, это, ну, влагомера, пендиометр там установлен, чтобы измерять влажность почвы, это первое, и второе, конечно, контроль за состоянием самой капельной системы, которые находятся в земле, производится там, ну, элементарным путем, то есть, есть давление из выхода после насосной станции, есть расход воды, и, соответственно, если капельница будет забиваться, то давление будет расти, расход будет плавать, есть таблица, в которой пройти, чтобы при таком давлении нужен такой расход, вот, и плюс ежегодно, в сезон проводят три промытки азотной скотой, это в начале сезона, в середине сезона, кислоту вносят, аж понижает до четырех, вот, в течение сорока минут она стоит, размокает наискотложение, и потом вся система промывает. Пока проблем нет, до пятнадцать лет должна быть вышлотация, должна быть анкаринсами, да. Это и тот первый, то, что у нас хозяйство имеет орошение, и есть смысл именно семена выращивать на орошение, вот, как бы и качество, и потенциал их урожайности потом в будущем высоким, вот, и мир не стоит на месте, сейчас орошение развивается очень, ну, высокими темпами. А какие-то сейчас госпрограммы по орошению, по мелиорации, вы чем-то пользуетесь, и насколько актуально? Да, мы пользуемся, это существенная поддержка со стороны министерства, там, федерального министерства, у нас первые проекты, это 910 тысяч, 150 гектар фронтальных машин, на них субсидировались, там была субсидия, доходила до 70%, вот, последний проект наш, 22-го года, 2700 гектар, и проект, который будет введен в сфотацию в этом году, это порядка 50%, ну, то есть, это реальная история, не то, что там что-то... Не какой-то фейк, но все реально, конечно, и это, ну, существенно, потому что, любому тому же фирмену, или сход товаропроизводителю, самому построить, построить все это, потом еще и содержать, это, ну, тяжело, все, как память взрастает. Касаемо вот самого агрополигона, для чего это вашему предприятию? Для чего создан? Для того, чтобы мы понимали, давали совет другим, какие сорта, какие средства защиты использовать лучше, как они себя покажут, именно в нашей зоне. Вот, для этого был создан полигон, чтобы привлечь сюда сельхозтоваропроизводителей и показать им, что вот, действительно, такой-то сорт, такая-то система защиты работает в нашей зоне на все сто. Порекомендовать в будущем, вот, и, самое главное, понять для себя, потому что все охватили, все, что можно увеличить по урожайности, мы уже увеличили, но кроме качественных семян, рынок просит не только воловку, но рынок просит еще по протеинам, конечно, протеинам. Дамы и господа, ну и собственные персоны. Юрий Майоров, человек, который отвечает здесь полностью за вот все эти деляночки, за каждый метр квадратный агрополигона. Юр, привет! Приветствую! Ну, рассказывай, получается, третий сезон, правильно я понимаю? Третий, третий, если считать, многие компании уже три сезона, кто-то два, кто-то один, но могу с легкостью сказать, кто третий сезон, это будет конек того, что можно именно про них говорить, будет с открытой гордостью, что да, это действительно работает, эти сорта подходят именно нам и многим регионам, где их испытывали, это можно будет с гордостью сказать. Ну, коллеги, кто второй и первый сезон, тоже посмотрим. Плохих опытов никогда не бывает, любой опыт это и есть опыт. Я считаю, что это база именно для сельхоз, товара, производителей, где не нужно на своем поле испытать, да, что-то, а просто приехать и наглядно посмотреть. На одной базе даже, ну, показывают схемы защиты разные, разные компании, все четко, можно посмотреть, отследить, кому интересно, мы всегда открыты в любой день. По практике скажу, на день поле всегда собирается много людей, но товар сельхозпроизводители едут чуть позже, либо чуть раньше, именно за получением данных, те, которые им интересуют в определенной фазе развития. То есть приезжают, если сельхозтоваропроизводители, ты для них какую-то отдельную экскурсию проводишь? Мы обычно, как делаем, мы открыты, люди звонят, можно посетить, да, конечно, созваниваемся, приезжаем, расскажите мне вот про этот сорт, либо про эту схему. Если интересует схема защиты, я стараюсь коллег позвать тех, кто представляет именно, чтобы это было правильно. Ну, кто-то просто смотрит для себя, что-то спросит, конечно, отвечу на этот вопрос, да. Ну, смотри, вот первый год, получается, три года назад, когда первый сезон был, можно сказать, да, там это всегда блинкомом, да, как-то проба пера такая, второй сезон начинаешь исправлять ошибки, вот третий сезон, по идее, правильно, да, ты сказал, он прям должен быть более ровным, как бы по накатанной идти. Какие-то уже трудности в начале сезона были, как их исправляли, с чем столкнулись? Трудности, они всегда есть, то есть сельское хозяйство не бывает, там по одной линии идет и все. Всегда что-то есть, то сейлка подведет, то трактор, ну, в целом, как вот, ну, такие вот нюансы, да, бывают. Вот, либо по обработкам чуть где-то не успевали в нужную фазу, там, 2-3 дня задержки, либо из-за погодных условий, вот, ветра. Многие пропускают из-за того, что не могут посетить, ну, в этот день, например, погода очень хорошая, приходится откладывать. Вот здесь вот такие нюансы, да, существуют. Слушай, ну, кроме технических, вот в этом году были, да, там, откаты температур, вот эти перепады, что-то как-то повлияло на растения, на делянки, обратил внимание? Да, обратил, в этом году очень-очень долго не всходила марь, то есть сорняки тоже сидели, хотя вроде прохладная погода, температура почвы не прогревалась, днем вроде солнечно, но в ночное время опускалась до нуля, то есть прогрева не было. Я всегда ориентируюсь на такие культуры, либо подсолнечник, либо где-то соев зайдет, значит, все четко, можно уже, ну, по срокам, по пшеницам мы ненамного сместились, там, буквально на 3 дня, ну, по слое вот сместились на неделю с посевом, ну, сами видели, сегодня влагу копали, влага находится 3-4 сантиметра, влаги предостаточно, я думаю, что сходу очень рано получим. Сегодня можно сказать, что завершение сева опытных делянок произошло? Сегодня, да, день все дорабатываем, все делянки высеяны, единственное, сейчас досеем это просто оккультурить фацелий и на этом все. Красиво, мы попали прямо в завершение, финал, ставим точку в посевной агрополигона 2024. Скажи, чем в этом году будете удивлять? Вот у вас всегда масштабно очень большое количество опытов и делянок, что в этом году? Будет какая-то изюминка, фишечка? Ну, я думаю, фишечка будет в том, что мы проводим именно на нашей площадке Самарский день поля, где намного больше людей соберется, будет демонстративный показ техники, возможностей, агрегатов, оставляем под это площадь. Также, я думаю, что всем будет интересно повторно пройтись, по каким-то новым сортам посмотрят, совместные разработки институтов также присутствуют, какие-то новые сорта выведенные, сои. Ну, я думаю, что будет чем удивить, да. Сразу анонсируем 28 июня. 28 июня приглашаем всех. Если Юрец не загубит демо-полигон, значит, все будет окей. Приезжайте. 28 июня агрополигон, зерновой соевый союз по Волжье, именно вот здесь он и пройдет совместно с областным региональным днем поля. Анатолий Михайлович, ну, поговорили, да, там, про предприятия. Вы сами как давно в сельском хозяйстве и конкретно вот в данной организации? В 2005 году я закончил сельсхозяйственную академию, вот, и в сельсхозяйств пришел в седьмом году. С седьмого года я работал в садах, и в 2019 году меня переливили с львовством. То есть и по сей день я работаю в отборствии. Как вам смена с садов на полевые культуры? Глобальная разница ощущается? Глобальная разница поначалу не ощущалась, вот, потому что садоводство было хотя и 300 гектар, но там своих проблем тоже хватало. А здесь мы пришли, когда я пришел, было там почти 13 тысяч, а сейчас 14 тысяч, но у нас увеличился набор культур. То есть такие культуры, как яровая пшеница, а зимой твердой пшеницы, вот, и плюс демполигон. Еще хотел спросить про зерновой соевый союз. Вообще, ну, это же, правильно, не какое-то зарегистрированное сообщество, не какая-то фирма. Это просто, скажем так, ассоциация людей, которые собираются на базе вашего предприятия, и вы там, как бы, делитесь технологиями, обмениваетесь опытом. Правильно я понимаю, так работает эта система? Правильно принимаете, да. На базе в нашем предприятии собираем сверхтоваропроизводителем, показываем им, опять же, все системы, все наши опыты, ни от кого ничего не скрываем. Вот, и в конце сезона показываем результат. Ну, то есть, я так думаю, ключевая все-таки для вас история, это потом реализация семян, которые вы выращиваете у себя в предприятии. Основной, конечно, обмен опытом. Вот, мы показываем, что мы здесь делаем, из чего достигаем. Вот, и, конечно же, мы принимаем от тех компаний, которые, не только мы одни занимаемся, там, у меня, покупка на делянке, правильно, вот, показываем то, что наши результаты, наши положительные результаты, и принимаем от других, что у кого как. И на основании нашего опыта и опыта других хозяйств мы складываем одну систему, чтобы потом убить ее в производство. Почему именно зерновой, соевый союз? Это вопрос никогда нет. Маркетологи не хотят на интервью сниматься, самое интересное сказали. Почему таки? Ответят спикеры, главное. Начали соевый союз, вот, чтобы, повторюсь, не быть, как бы, одним первопроходцем. Вот, зачем изобретать велосипед, если уже все это давно известно. А потом, когда поняли, что да, это дело существенно помогает, как и нам, так и другим предприятиям, решили также добавить через зерновой союз, потому что мы также зерновыми занимаемся. Хоть мы уходим от них, хотим возделать высоколентабельную культуру, но для других тоже это помнишь. Ну, то есть, упор был на сою, как стратегическая культура, которая сейчас выбирает обороты. Начали сою, да. Что-то из нишевых культур рассматривали вообще сейчас, допустим, потому что, опять же, вот, катаясь по ПФО, тем более у кого нет, да, там, полива или вообще, в принципе, засушливые районы, естественно, как бы сою достаточно сложно выращивать. И в основном это чечевица, ну, зернобобовая. Нет, эти культуры мы не рассматривали, у нас сейчас основной акцент вот на наш сорт, азима тверджинска-шелёвская, на возделы на семена и на реализацию во все регионы, включая Казахстан, нам, где живащие. Спросу, даже пока семян еще нету, вот, планируем выйти на реализацию 25-го года, порядка, там, 10 тысяч тонн уже, вот, а спрос уже, заявки, уже года-два идут. Ну, а если рассматривать сою, опять же, да, там, семена сои, это же, я так понимаю, потребитель не... или это местное, в основном, именно, хозяйство, там, Самарской, Саратовской, не знаю, области, потому что, ну, здесь, мне кажется, не так много соевого сделывается. Нет, у нас Чувашия, Мордовия, Татарстан активно берут, то есть, область плюс близлежащие активно берут. А по СОИ, я так понимаю, питомники размножения, вы не у вас? Вы покупаете высокую, вы берете? По СОИ, по САММЕРам питомник размножения тоже у нас. Вот, и САММЕР 1.24 мы получили исключительный лиционный договор, лицензию, вот, и САММЕР реализуем. А это чья селекция вообще? Это СЕЛЕКТА САММЕР, это Самарский институт и Ершовский институт, это САММЕР. А, понятно. Их там несколько, по-моему, сортов, да, идёт? Ну, у нас 1.24, да. Сейчас 7-й вышел, вот, 6-й был. То есть, у меня тоже, как бы... А они чем отличаются сами по себе по срокам вегетации? Срокам вегетации, сном, да. Средний потенциал по урожайности? Ну, по нашему хозяйству, по нему получаем порядка 30 цен нарушений. С протеином? С протеином от 38 до 41. Вернёмся немножко, да, там, к семеноводству. Вот, что, на ваш взгляд, в первую очередь необходимо, чтобы получить хорошие и качественные семена? Чтобы получить хорошие и качественные семена, это, конечно, должны быть семена, пришедшие с питомника, уже качественные. Это основное. Вот, остальное, это, конечно, работать с этими семенами. Качественно подработать эти семена перед посевом, с суперсовременной техникой, с суперсовременным оборудованием. Потом качественно протравить, качественным протравителем. Есть такие потравительные, как, есть поточные, есть порционные. Сейчас порционные, вообще не дитамерно звездного. Поточные ещё в своё время, а те же, если вспомнить, там, поездки раньше были, шнековые. Ну, это вообще уже, там, у шнековых просто до 10-15% в одном шнеке был контори шнека. Это порядка 20-25%. Пяти процентов можно было бы потерять. Вот, сейчас есть порционные, от этой проблемы ушли. Также потом должна быть суперсовременная пищевная техника. Также, опять, без травматизма, качественная заложность в теме на нужную глубину. Вот, и третье, конечно, это уходная работа, хорошими препаратами. И, повторюсь, мы с 2013 года всем занимаемся рожением. То есть, семенной материал тоже можно сохранить. Для буха какая-то затуха или что-то, ну, многое можно потерять. Большие вложения. Смотрите, сейчас очень многие предприятия, причём небольшие даже фермерские хозяйства, смотрят в сторону семеноводства, как, ну, увеличение рентабельности своего бизнеса-распеневодческого. Что бы вы порекомендовали, на что, в первую очередь, надо обратить внимание, если, ну, вот, хозяйство решило пойти в тему семеноводства? Ну, во-первых, выбор, наверное, сортов, которые непосредственно будут востребованы в данном регионе. Потому что, если сорта малоизвестен, или там, как его просто, наверное, не будут покупать. Ну, а во-вторых, технологию, то есть, не то, что продать семена и, ну, как бы продать человеку семена, это, ну, это полдела. Надо ещё рассказать, показать, научить, чтобы человек не то, что, ну, купил семена и всё, а то есть, получил целую технологию, чтобы получил с твоими семенами достаточно нормальный, приличный урожай. Ну, в семеноводство, конечно, маленьким предприятиям, я думаю, ну, достаточно тяжело зайти, потому что это всё-таки трудозатратно. Надо иметь хороший, там, верночистительный комплекс, чтобы, ну, произвести качественный семенной материал, там, например, поставить машину для протравливания, для зашивания тех же, ну, затаривания биг-бегов. Сейчас не то время, когда, например, можно 50-килограммовыми мешками, там, семена, ну... Или в КАМАЗ просто засыпал и отправил. Да, да, или навалом отправил, да. Ну, сейчас технологии уже не те, что было, например, востребовано в 20-м веке. Сейчас уже к этим технологиям зачем возвращаться, если есть что-то передовое. Виктор Петрович, вы занимаетесь уже финальной стадией подготовки семян. Давайте вот нашим зрителям коротко, быстро вот цикл покажем, как на базе вашего хозяйства происходит вот от момента того, как приехали с поля будущие семена и до выхода уже к потребителю. Какой цикл они проходят? Ну, с поля после уборки машина приходит на зерноочистительный комплекс, на первичную подработку семян. То есть, до завальной ямы машины приходят, выгружаются. Первичная очистка на МУХ-16 производится у нас. Дальнейшая очистка идет на петкус. На петкусе уже доводим до состояния кондиции, то есть, до ГОСТа семян. Также у нас еще есть сушильный комплекс. Если семена приходят с поля влажные, то есть, мы досушиваем. Там своя машина очистительная стоит, бюллер тоже австрийская машина. Там подрабатываем и отправляем на сушильный комплекс. Сушильный комплекс потом уже на подработку. А что по поводу того, что, ну, мнение о том, что семена, их нельзя отдельно уже сушить, что они теряют потом энергию, схожесть, вот эти вот моменты? Есть моменты, есть температурный режим при сушке семян. То есть, семена сушат с одной температурой, а товарное зерно с поля идет, это с другой температурой сушим. Поэтому здесь разница, конечно. А какая температура задается при сушке семян? Ну, при сушке где-то примерно до 40 градусов, 36 градусов, до 35-36 градусов. Это на семена, когда сушим. Ну, а на товарное зерно там повыше температура. То есть, процесс, чтобы ускорить уборку. В общем, с семенами, как с человеком, 36,6. Да. Это лучший вариант будет. Я понял. По времени сколько примерно занимает? Какой объем проходит у вас там за сутки? Сколько можете просушить? Ну, за сутки, ну, примерно за сутки. 100 тонн мы можем прогнать. Ну, двое суток обычно происходит этот процесс сушки. Потому что медленная температура небольшая. Происходит медленнее. Двое суток, 100 тонн. Трое суток может такое занимать. Все зависит от лаженности зерна, который будет поступать. Если сдаем на анализы, если анализы показывают, что до ГОСТа не доходит, допустим, ну, кол бывает. То есть, у нас еще есть фотосепаратор. Но эта машина отдельно стоит у нас. Мы уже подрабатываем на фотосепараторе. По цвету, по колу и все прочее. Там уже фотосепаратор отбирает до ГОСТа. До 100% может отбирать. После подготовки семян, именно про обработку. Протравливание, обработка инокулянтами. Да, это все. Это ваших рук дело? Все о моих. Какие-то у вас специальные стоят протравочные машины? Да нет, обыкновенные ПС-25 стоят у нас. До этого у нас были ПС-20 шнековые машины. Мы от шнековых ушли, потому что травма соль получает шнеками. Ушли на скребковую подачу. Ну, я, допустим, вот в этом году обычной ПС-кой в два прохода свою 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 обработал. Потому что мы отдельно протравителем делали, а отдельно потом все-таки решили инокулянт наносить. Ну, сказать, что прям какой-то мы увидели прям громадный процент повреждения кола. Ну, я бы не сказал. Ну, понимаете, как. Может быть, конечно, зависит тоже, да, от самого семенного материала. От полтора. Ну, от сорта тоже зависит еще. Не забывайте, что оболочка на зерне сои тоже от сорта зависит. То есть есть потолще оболочка, есть потоньше. Поэтому какая-то колется, какая-то не очень колется, тоже зависит много. По вашим сортам, что скажете, вот, которые у вас сэмеры? У нас отлично все проходит без повреждений. Поэтому по семенному, как материал, мы как рассчитаем, да, ну, вроде ничего не колется. Это кажется, что не колется. Когда лабораторию сдашь, там все определится. В Норье полтора процента, допустим, колу даст, или процент. В ПС даст процент. Ну, понятно. Там полпроцент, там что, а в итоге набегает много. Да, да, да. Вот это начало на фотосепаратор. Ага. То есть, как таковую семенную линию хотим строить, поэтому фотосепаратор как бы туда, уйдет на линию. Ну, раз привезли, в работу запустить надо же. Вот мы запустили, сделали заезд, привезли бункер установили под фотосепаратор. То есть, газон или Камазбург в карьеринг заходит, бункер сваливает и подается на фотосепаратор. Поэтому мы зиму как бы не дали ему простаивать фотосепаратор. Запустили, подключились. Фотосепаратор чей? Китайский. Ага. Тайхо. Тайхо. Вызвали настройщика, приехал нам. Лекции прочитал, подучил немножко нас, как работать. Все, и вот с линией зерно подается. Фотосепаратор, бункер-накопитель. А здесь уже мы из биг-бигов сапраем. Так а у фотосепаратора какая мощность? Сколько же через него можно прогнать? Ну, примерно где-то до 15 тонн, 10-15 тонн в час. В час. Остается только убрать цветные, не цветные. Бывает соя, что и коричневый, и черный бывает, не громко податься, чтобы все удалить. Вот, прогоняем через него и тогда уже. Ну, я так понимаю, опять же, не вся соя сюда заходит. Семена, а только вот какие-то партии определенные. Ну, в этом году вся свою сюда прошла, да. И на реализацию, которая была, все проходило. И свои семена тоже все прошли здесь. Получается, что вы, как бы, скажем так, куда тоже не приедьте, особенно по Болжи, если взять. Все любят вот эту фразу, что мы находимся в зоне экстремального земледелия. Но это, мне кажется, в принципе, у нас в России куда не приедьте. У нас везде зоны экстремального земледелия. В приоритете всегда называют имитирующим фактором влага. Вот вы, получается, этот вопрос решили с влагой. Следующий, как правило, стоит этот вопрос питания. Вот здесь основные какие работы проведены и как в этом направлении вы вообще движетесь? Я маленько скажу про зону. У нас зона называется зона рискованного земледелия. И у нас с 70-х годов, не зря с 70-х годов было строительство спаско-росительной системы. Получается, на наш район был запланирован, поэтому, в 60-ти тысяч, ввести в орошение. Вот, это первое. Второе, то, что мы провели конструкцию, ввели новые орошения земли, это хорошо. Но по системе питания тоже идет плотная работа. Первое, конечно, нужно дать растению то, что ему необходимо, а это, соответственно, анализ почвы. Вот, ежегодно проводим анализ почвы. На основании, там, здесь один участок, каждый 5 лет участков проводим анализ почвы. И еще какие-то, если есть у нас участки, где мы после урожайника понимаем, что, да, вот этот участок почему-то должно быть меньше, а тут больше. Еще, как бы, точечно проводим анализы. И на основании этих анализов составляем систему питания. Как осенние внесения на небольших почвах есть, есть также внесение удобрения при посеве, внесение удобрения с поливом, вот, и местовые подконки. Вы говорили, что в прошлом сезоне успели поработать на зерновых нашими продуктами, листовым питанием, комплексом микроэлементов. Как-то он вообще в технологии у вас предусмотрен на подкормке дополнительное по листу? Я в хозяйстве главным агрономом являюсь уже на протяжении 13 лет. За это время по листу мы работали, ну, мало. В том году я применял лично на ваших препаратах, обрабатывал ячмень при обработке семян и потом, кроме минерального питания, обработка по листу. Ячмень был высеян, например, по такому предшественнику, как подсолнечник, и урожай я получал, ну, на небольшом таком участке, 50 гектар, 27 центров. Если производство получилось в районе 21-22, с применением ваших препаратов существенную прибавку получили. И дальше, смотрите, ну, в том году применялись посои ваши, дополидоновские, например, инкулянта Атлант и стабилизатор Пролонг. В общем, показали тоже наивысшую, как бы, и урожайность, и показатели по белку тоже были очень высокие. Поэтому, кроме того, что вот в этом году посевная площадь посои 8210 гектар, половину мы обработали семян проверенными инкулянтами, там, хайковатами от именитых компаний, там, БАС или, например, Оптимайз от Монсанто. Ну, также в этом году испытывал ваш препарат вместе с гербицидом сплошного действия полидон полиглиф, который позволил снизить норму препарата. То есть низкие нормы препарата и вот этот вот прилипатель помог нам уйти от сорной растительности. Также хотелось бы вот еще побольше поработать, например, посои такими продуктами, как Альфастим. Потом еще вот, например, есть ваше микроудобрение по листву, это БОР, МОЛИБДЕН, вот им хочу попробовать. Ну, это в этом сезоне как раз будут пробные. Для этого, кстати, у вас, вот я все хотел еще про агрополигон-то спросить ваше мнение, потому что долго мы с руководителем общались на эту тему. Я прекрасно понимаю, насколько это заморочная и трудоемкая работа, что это в рамках производства, это просто вот отдельный такой вид боли, когда есть вот такой проект, но это на самом деле очень тяжелый труд. Вам это как-то потом в производстве помогает? Вы оттуда какие-то результаты себе в производство переносите? Ну, вообще, смотрите, в том году мы уже на протяжении, вот в этом году, третий сезон, испытываем, например, сорта, сои новые и обработки. Ну, часть, не все сразу мы принимаем к себе на вооружение. Ну, например, в хозяйстве сейчас есть старый проверенный сорт сои кордоба, который уже снят с производства, потому что он морально уже устарел. И недостатки у него основные, он может осыпаться, то есть с ним надо уметь работать. Ну, вот по итогам демополигона мы в этом году ряд сортов в количестве пяти приняли и купили, например, по 15 тонн. Мы просеяли, посеяли их в двух местах, на круговых и на фронтальных машинах. Я все время говорю, это в 2008 году, когда мы стали первый год заниматься соей. И сои, например, ну, что такое соя? Все приезжали, там, круглые шарики, то есть это сои. То есть, ну, есть, есть, давай беру, цена такая. Сейчас очень переработчики достаточно, ну, придирчивы к белку. Если, например, белок низкий, то твоя соя никому не нужна, и за нее дают грошовую цену. И если, например, белок больше 40% на абсолютно сухое вещество, то соответствующие цены достаточно другие. А если еще выше, там уже идет, может, доплата за каждые проценты произведенного белка. Поэтому максимально остановились на пяти сортах, которые, еще раз повторяю, получили на них максимальную урожайность и максимальный протеин на абсолютно сухое вещество больше. Там, например, 40-42%. И это все по данным именно как раз агрополигона? Да, да, да. Юр, ну, еще вот такой вопрос. Скажи, вот за эти три года большое количество опытов проведено здесь, прошло прям через твои руки. Что запомнилось больше всего? Вот есть какой-нибудь топ, там, 2-3, может быть, можешь назвать каких-то опыта, которые реально тебя удивили? Ты сказал, вау, нифига себе. Есть такие опыта. Есть сортовые дилянки, которые удивили именно и качеством, и урожайностью. Сейчас эти сорта приобретены уже в хозяйстве высеяны, уже на более больших площадях. Также компания СЗР. Удивили стимуляторы роста. Именно при первоначальном старте ваш препарат очень мне понравился. Также он теперь участвует в хозяйственной схеме инокулянты. Это было супер. Я первый раз увидел так, чтобы сходы были выровнены на одном и том же сорте. Никаких там плюсов, минусов не было. С одного биг-бега, с одной партии. Ну, было четко, да. Было красиво. И теперь мы повторим этот опыт и посмотрим еще раз. Давай про масштабы еще обозначим. Какая общая площадь полигона? Сколько на Богоре, сколько на Поливе, сколько опытных делянок, культур? Вот такую базовую информацию. Ну, сегодня весь демо-полигон вмещает в себя 100 гектар. Под культурами он занимает в районе 75 гектар. То есть 25 гектар съедает у нас межи, мероприятия и прочее. Культур на вчерашний день, не завершенный еще севом, был 555 делянок. Сегодня он завершится, я думаю, в районе 570 делянок будем вести. То есть с разными опытами. Есть делянки с повторностями на двух культурах. Это пшеница и соя с тремя, то есть с повторностями. Посмотрим. Вы мне всегда говорите, в этом году мы попробовали. Также сейчас опыт, хотим показать ошибки при загладке глубине посева. Попробовали, высеяли ячмень от 3 сантиметра, 5 сантиметров, 7 и 9. Я думаю, взойти он взойдет, но узел ухущения будет находиться маленько в другом месте. И это повлияет именно на продуктивность этого растения. Ну, в целом, как бы так. Масштаб большой. Очень много работы приходится проводить именно по гербицидной защите. Нужно не упустить абсолютно ничего, не забыть никакую делянку. Обычно делаю, как весь день нахожусь на демо с объездом. Объехал, зафиксировал. Вечером выезжаю на обработки уже, то есть на подготовленном блокноте записями, что, где, как. Если где-то нахожу какие-то варианты даже у коллег, обязательно сообщаю, говорю то, что нужно. Оповещаю, как работать. Люди, как бы, все относятся с пониманием, приезжают. Ну, стараемся не каждый день по одному, а как-то кучкой отработать. Потому что, например, по озимой пшенице практически закончили. Уже нужно начинать следующую культуру. Но есть те, кто опаздывает маленько и приходится вот опрыститель то сюда, то туда дергать. Ну, вот это тоже проблема. Они хоть и небольшие, но есть. В целом, на один вариант опыта уходит в районе 40 минут, чтобы правильно сделать. Заправить опрыститель. Приехать на неорошаемый участок. Отработать одним крылом. Сложить опрыститель. Уехать на орошение. Отработать. Уехать все слить. Промыть. И только потом следующий. Где-то минут 40-45 уходит на каждый вариант. Если брать по масштабам этого опрыстителя, он спокойно делает 130 гектар в смену. Но на демополигоне он делает 2 гектара в смену. Напоминаю, что все опыты на агрополигоне дублированы. То есть есть багара, есть полив. И, соответственно, каждый опытный вариант дублируется на двух системах. Да, абсолютно правильно. По культурам, скажи, в этом году. Вот я вижу горох. По-моему, что-то в прошлом году я не видел. Добавились культуры в этом году. Участвуют горох, ячмень, лен. Также яровая пшеница мягкая. Яровая пшеница твердая. Азимая мягкая, азимая твердая. Соя, кукуруза. Кукуруза еще добавилась. Носилус. И также кукуруза компании СЗР, которой будем показывать, как работает. И плюс отдельно мы добавили делянки БПУА. Это показать, как именно с помощью летательных аппаратов обрабатываем. Посмотрим. Плюсы и минусы разберем, я думаю, в течение вегетации. Будем смело говорить, что работает, что можно подправить, что улучшить. Как бы, ну, я думаю, что это опыт. БПУА, то есть у вас сравнение с опрыскивателем? То есть полностью одна схема дрон и... Абсолютно схема хозяйства по применению пестицидов, но с разными обработками. То есть одна это прицепной опрыскатель, вторая это БПУА. Просто сравним качество обработки и все. Я не думаю, что повлияет на урожайность, но именно по гербицидам мы увидим это. По сорнякам, по инсекцидам, конечно, по вредителям. В течение вегетации все разберем. Это на какой культуре? Взяли три культуры. Это кукурузу, сою и подсолнечник. Вот это интересно тоже посмотреть, потому что сейчас очень много вопросов, да, там у людей. И вот этот сбит, мне кажется, скепсис по поводу того, что дрон неэффективен и вообще ультромалообъем это не работает, скажем так, в условиях нашего сельского хозяйства. Но мы тоже об этом уже много раз говорили и показывали, и доказывали, и на своем полигоне тоже проводили много опытов. То, что каждый инструмент, он, да, он хорош для своих каких-то определенных целей. И в том числе, как бы, дроны имеют место быть в системе защиты в том числе. Скажи, пожалуйста, вот помимо того, что во время уборки вы проводите учеты, это, в принципе, понятно, основополагающая, как бы, цель понять урожайность, качество. Какие-то еще показатели в течение сезона вы снимаете или, в принципе, просто на это даже времени нет? На биологическую мы не смотрим, перестали, потому что очень много критерий и пошибок. Кто бы не считал, ни разу еще не угадали. Все говорят, нужно считать с коэффициентом погрешности. Скажите, коэффициент погрешности, я бы считаю. А мы не знаем. Предположительно, должно так. Но вот сколько бы я ни считал по коэффициентам, всегда в два раза меньше от того, что по биологии я насчитаю. В целом, как проводим учет? Также мы совместно с институтом, независимые наши эксперты, они работают именно по делянкам компании СЗР, где работают и применяют пестициды. Смотрят количество сорняков до всходов, то есть, ну, до обработки. И потом учет после обработки, перед уборкой уже смотрят, сколько осталось именно к тому моменту, насколько это работает. Учет мы убираем комбайном, выгружаем весы здесь. То есть, прислушивался в том году, по-моему, вы мне сказали такое, давай прям на поле. Взяли платформу, телескопический погрузчик, биг-бег, здесь же сыпали, завесили. Со всеми участниками, кому надо, образцы отобрали. Все, я завязал, убрал, съездил, сделал анализ. Кому интересно, сами отбирают тоже на анализ. Вообще все четко, все прозрачно. Мне это вот больше всего нравится, то, что именно вот правда, она должна быть. Уборка обычным производственным комбайном? Обычным производственным комбайном, да. Ну, тоже, конечно, это прям достаточно усложняет. Это трудоемко в том качестве, то, что нужно каждую делянку убрать, ничего не забыть. То есть, ну, вот как-то. И самое главное, вот здесь, когда начинаешь, если выбрал одного комбайнера, идти с ним до конца. Вот здесь самое главное, потому что много ошибок и много вот критерий. Все говорят, а у меня вот был другой комбайнер, он вот чуть-чуть пониже. Нет, давайте вот одного комбайнера, и он один комбайн убирает, все, то есть в одних руках. Чтобы не было никаких нарисов. Проблемы с кадрами в целом сейчас, ну, как бы, это такая актуальная, мне кажется, болезнь практически всех предприятий. Как у вас с этим обстоят дела? Проблемы с кадрами даже на данный момент не только предприятия, уже во всех сферах проблема с кадрами идет. Ну, решаем, плотно работаем с институтами, с техниками. Вот, в основном проблемы с кадрами, это, конечно, микронизаторы. Квалифицированные, на высокопроизводительную технику, сложновато. Но ищем пути, где-то бывают такие даже моменты, что где-то не получается, где-то если не получается, то приходят, сейчас есть такие услуги, как найм, приходится нанимать. Там будет 10% у нас, получается, мы нанимаем. Потом, во время уборки, пусть сидят очень большие, 80,5 тысяч стоя, и все это надо убрать там за 2 недели, грубо говоря. То есть, у нас имеется 11 единиц комбайн, мы не справляемся. И приходится в сезон, когда заканчивать уборку на югах, вот они плавно прибегают в нашу сторону, и уже последний этап от уборки у нас. Мы нанимаем еще 25 комбайн. То есть, в целом, такая система, да, аутсорсинга, она уже в сельском хозяйстве активно работает. Представляете, 25 комбайнов содержать, грубо говоря, во-первых, надо купить, вот там в трехслотации 7 лет. Нерентабельно, невыгодно, потому что месяц работы, то есть месяц в подготовке комбайна, это всего лишь 2 месяца. А механизация может подъезжать в целый год. Здесь мы посчитали экономику и решили, что проще нанять. А еще помимо вот уборочной техники, где еще применяете, скажем так, наемников, так назовем их? Наемников также применяем при посеве, при посеве на предпосевную культивацию нанимаем. Также нанимаем мы при уборке не только комбайны, но и перевозку, то есть автранку также принимаем до гривост. Ну, то есть в основном это именно конкретно технические работы, то есть там посев, обработки, уборки. Обработки, мы занимаемся сами справляемся, посев, уборка в основном. Какой-то консалтинг сторонний в плане агрономических сопровождений, такого что-то кто-то помогает? По агрономическому сопровождению нет, у нас есть свой агроном-консультант по холдингу, который... Это классно, потому что, как правило, уже агроном, это в предприятие приезжаешь, это просто человек, у которого 100 рук, он за все отвечает. Начиналось у нас так, да, у нас был главный агроном, единственный. Засем, конечно, таких учредительствований надо ежедневно объехать, тоже влажный скотч, там же вредители надо промониторить. То есть, физический спрос невозможен, и решили сейчас увеличить штат, что уже сказывается на качестве обработки, качестве уборки, качестве посева, то есть по всем операциям, тоже заметно, существенно. Они мониторят доклад главному агроному, а главный агроном докладу к консультану в нашем холде. Агроном-консультант, конечно, может принимать меры, прописывать на основании акт обследования поля, что, где, когда, согласовываться с главным агрономом, вот, и агроном-участку уже как дополнительный. Сколько человек в штате Сех-07? В штате Сех-07 на данный момент 205 рабочих, вот, мы у человека, и из них получается у нас 43 механизатора, 25 водителей, ну, соответственно, ЭТР, рабочие склады, а также рабочие зерночисленные зерночисленные комплексы и рабочие на подработке семян. Команда агрономов? Команда агрономов представлена четырьмя агрономными участками, вот, главным агрономом и агроном-холдингом. Ну, раз уж заговорили, да, про штат, про специалистов, про механизаторов, какой штат людей обслуживает вот весь полигон? Ну, кроме тебя одного. Никого. Ну, один помощник есть сейчас. Ну, и механизатор, я так понимаю. Ну, механизатор, да, вообще, также работаю и уже давно руководителем не только демопроекта, а также зерносушильный и зерноочистительный комплекс СЕО-07. Все обслуживаем, штат у меня 18 человек, все мне помогают. Вот, в нужный момент, если что-то оперативное, именно по таким механизированным работам, то есть, ребят, вот, мне помогает, там, в районе, наверное, ну, 15 человек, который стабильно. Не весь сезон, именно вот, наплывами. Основные обработки и весь учет ведут, то есть, вот, есть помощник, сейчас днем я работаю, вечером он придет, то есть, проконтролирую, посмотрю, где, как, и, в принципе, вот, вдвоем ведем этот проект. Понятно, ну, это сложно. Это очень сложно в качестве того, что, помимо того, что нужно все высеять, нужно еще ничего не проморгать. Да, да, тут просто нужны руки, глаза. Да, здесь постоянно, постоянно нужно двигаться, ходить, смотреть. Фазы идут быстро, как бы ни думалось, но очень быстро все движется. Вчера буквально было там на ячменях кущение, сегодня уже просто прохожу, что пшеница готова, пора начинать, то есть, ну. А еще есть незаконченные почвенники, то есть, и там надо, и тут надо, и везде нужно все успеть. Понятно. Ну, так это, лайфхаком поделюсь с собой, что мы сделали в этом году. Мы взяли двух практикантов себе с института. Практикантов? Ну, я скажу так. Одно радует вообще, ну, вот то, что в этом проекте участвуют именно студенты, которые привозят деканы именно, вот, например, на учет. Ребята своими руками копают, смотрят, определяют. Это очень классно. Это именно на перспективу обучения и развития, чтобы не только на картинках это знали, а именно вживую столкнуться. Вот это очень приятно. Человек 8-10 обычно приезжает, с нас обед, с них учет, все, то есть, все в их руках, никому не мешаю, просто хожу, если что-то вдруг не так, ну, подсказываем. Либо они мне говорят что-то там, там, последовательность, там, всю схему, то есть, пройдут, там, все четко. Ну, практикантов есть в производстве у нас задействованное, то есть, если какие-то культуры, например, горох нету в производстве, горох есть на демополигоне, то, пожалуйста, то есть, девушка у нас, практикант, ходит, спрашивает, смотрит, как вообще работать с этой культурой. Нет, тут, видишь, смысл, как бы, получается, то, что мы прям взяли ребят, которые привязаны чисто к полигону, и мы их и взяли для того, чтобы это были вот эти глаза, руки дополнительные. Ну, все правильно. Сделали чек-листы, по которым они, потому что понятно, что они пока что еще не понимают, на что им смотреть, что им надо определить. То есть, у них есть чек-листы осмотра, и они с этими чек-листами ездят, и, как бы, там, ежедневно, там, какие-то определенные делянки проверяют, и эту информацию уже приносят нам, как бы. Здесь, ну, так вот по чек-листам это было, конечно, четко, например, про студенту показать, что является здесь сорняком, отметил там количество, на каких, где, как, да, четко, не спорю. Я уже прислушиваюсь всегда. Да, да, да. Ну что, друзья, вот такое вот нестандартное сельхозпредприятие с огромнейшим потенциалом находится в Самарской области, поэтому наш рекоменданцион приехать 28 июня на агрополигон по Волжье, который будет проходить именно здесь, и будет организован зерновым соевым союзом. Приехать, познакомиться с агрономической командой, посмотреть все своими глазами, и если останутся вопросы, задать их лично. Ну, а если по какой-то причине у вас это не получится, пишите в комментарии. Мы обязательно адресуем ваши вопросы агрономической команде, руководителям, маркетингу, Сев 07, и ответим прямо здесь, под этим видео. Не забывайте поставить лайк, подписаться, ну и до новых встреч, пока-пока. Не, и про наш полигон Агро не забывай, следи за анонсами, телеграмчик там, все другие соцсети, обязательно-обязательно наблюдай и приезжай, приезжай на наш семинар тоже. Не забудь, друг.